Продолжение следует... Я думаю, что да. Я начну с рассказа. Дальше уже пойдем. Имя вы мое уже знаете. Я вас приветствую. Те работы, которые я всегда включила, это, скорее всего, наверное, мое основное управление, исключая эксперименты. Ну, первая работа – это «Влюбленные». Я вдохновилась. И когда увидела птическую миниатюру, я увидела, и она меня очень вдохновила. Она называется «Отада Ашидер». И работа также называется «Влюбленные». Естественно, я перенесла это в более таком, в статковую жирпись. Ну, композиция и цвет, конечно, изменения. Дальше – это мое впечатление первое о Париже, после моего первого путешествия в Париж. Ну, я хочу заметить, что большая часть моего творчества все-таки посвящена путешествию. И большая часть работ после какого-то визита к какой-то стране или какого-то места – это мое впечатление. Это был рождественский период. И, естественно, в рождественский период Париж очень красивый, праздный такой. И я после этого решила перенести все свои чувства, все свои ощущения на картину. Здесь изображена Паргелия, Риджа Декаладре, это на юге Италии. После путешествия в Италию мне запечатлился именно город Паргелия, очень понравилось. И я его так вот изобразила в своем работе. Здесь Хайдерберг, Германия, тоже на юге Германии находится. Эта работа не связана с путешествием. Она, наверное, больше относится к серии ощущений. Она говорит о стремлении человека к обыду цели. И вот я ее ассоциировала с гимнастой, которая тоже стремлится к цели. Здесь называется картина дыхания Земли. Здесь изображено, как вы видите, воздух, огонь. Это все все-таки я вижу, как дыхание Земли. Там есть и газ природный, есть воздух. Ну, в таком формате было. Но это было по проекту для личной компании. Тоже картина, посвященная ощущениям. Называется «В облаках». Здесь, если вы увидели, конечно, там есть образ женщины. Это ощущение того, когда ты находишься в таком вот невесомости и ищешь, раздвигая как бы облака, чтобы найти что-то. Но ты пока даже не знаешь, что ты найдешь. Ну, ты почему-то стремишься, идешь к этому. Это ощущение, я пыталась здесь показать. А какого размера это? Она размера метр на 120. То есть это все холсты, да? Это все холсты, да. А материал какой? Материал какой-то холсты. Акрил. Здесь масло, кстати. Там акрил, здесь тоже масло. То есть ты в таком времени не работаешь, да? Работаю не так много, как масло и акрилом. В основном акрил. В последнее время акрил, врача, масло больше. Ты резиданно? Нет. Время, скажи. Время, скажи. Здесь тоже такое вот. Наверное, момент ожидания, когда ты смотришь на море или ты в море, ожидаешь новых горизонтов. И вот это чувство ожидания я дала сюда. Эта картина называется «После дождя». Бывают чувства, когда вот ты... Она, в принципе, написана и после того дня, когда ты ну вот просто до ниточки промокаешь в дождь, приходишь домой и вот такое чувство бывает. Я не могу описать это чувство. Я могу показать их просто. Слайка дождями, что ли, по-кинской Венеции? Нет, это «После дождя». Там надо было написать свое отношение к море. Ну, то, что не он нам посылает. И после города это еще жестче. Да. Уже его мама смотрит. Да. Эта картина называется «Интерес». Она немножко у нас такое двоякое значение. Интерес мужчины к женщине, который сопоставляется, наверное, параллельно, как у зрителя, к закрытым, к закрытым занавесям в театре. То есть мы когда в театре, мы приходим, нам интересно, что за кулисами. Наверное, я вижу, что интерес мужчины к женщины такой же. Ему всегда интересно, что за кулисами, за красотой стоит. Иногда, когда ты разочаровываешься во спектакле, и просто ходишь. Иногда, да? Интерес женщины к мужчине? Интерес женщины к мужчине, он, наверное, я посвящу себе эту. Наверное, будет такое. Хорошая идея, кстати. А, в гипотеке. Да. Но продолжение следует. Здесь нубруз. У меня, наверное, к концу моему творчеству будет очень много работы, посвященная нубрузу, потому что каждый год в период нубруза у меня новая работа. Ну, не нравится. Не знаю, нубруз на меня наносит такое праздничное настроение. Здесь снизу тоже нубруз. И у меня свои ощущения передают. Это, естественно, все мне на такое настроение. Зеленая композиция называется. Тоже картина называется «Шепот леса». Бывает, когда вот по лесу, гуляешь по лесу, если ты остановишься, ты можешь услышать, как прям вот шелушит. Да, вот этот звук листья. Этот звук я хотела показать зрительно. После очередной прогулки моей ночной я пришла домой, и вот меня запечатлил этот вечер. Я его тоже начинаю прогулку. Ощущения, мои эмоции. Это после моего путешествия Сейшелла, который оставил в моей памяти просто невероятные впечатления. Давайте я чуть меньше, чтобы было его видно. Вот так вот. Нет. Называется Сейшелла, Ладик, по дороге на пляж. Там, за горизонтом, великолепный пляж. Он попал в десятки одних самокрасил пляжей в мире. И, ну, конечно, впечатления были очень сильные. Я по приезду начала делать серию картин, посвященных Сейшеллой. Последние две картины. Они новые. В этом году я их написала. Тоже вот первая девушка, пьющая кокос, тоже посвященная к Сейлии Сейшеллы. И вторая, наверное, вы уже догадали, что это Бакок. И вот это невозможно просто. Это мои детские воспоминания о ресторане Мир Варе. Я помню, мы в детстве все время гуляли, выходили. Не было такого дня, чтобы мы... А почему такая интересная цветовая гамма? А там море. В Баку, естественно, это ветер. Это волны. Для меня, во всяком случае. И вот я вот решила, что сейчас очень много строится, очень много новых достопримечательностей. А про Мир Варе мы забыли. И я решила ее вот так вот сделать, чтобы оно осталось в памяти. Вот так. Если у вас есть вопросы, я вас... У меня вот первый вопрос такой. То есть какое твое отношение к французским художникам конца 19 века? Прежде всего Дега, Гоген, Луз, Матреку. То есть, грубо говоря, вот вся эта эта эта. Ну, во-первых, мне нравится эта свобода. Это я очень люблю. Я не люблю рамки. И, наверное, поэтому я очень люблю ицех художников. Очень люблю художников именно на конце 20 века. Они меня как-то привлекают, начало года. Ну вот, Луз, Рафрека я люблю, конечно, но... Мне все-таки больше нравится Пикассо. Я очень... Какой Пикассо? Ранний? Нет, поздний. Кому? Что? Поздний Пикассо. Поздний. Да. То, что Афрак не дают его вещи? Да. И, наверное, я очень люблю Кандинского. Тоже вот эта свобода мне нравится. Мне нравится, когда ты позволяешь себе выйти из рамки, экспериментировать, находить что-то для себя. То есть, иногда, наверное, образование или грамотность нам в какой-то мере мешает, потому что ты понимаешь, что ты делаешь это неправильно. Но ты хочешь это вот сделать и посмотреть, что там дальше получится. Поэтому я очень люблю ицех художников. Еще такой вот вопрос. Вот ты представила нам ряд своих работ. Какую из них ты считаешь своей творческой удачей? Наверное, последнюю, последние две я не то, чтобы творческой удачей, потому что ты постоянно чего-то ищешь, постоянно в каком-то таком состоянии лучшего. Да. Но последние две я скажу, что я довольна. Может, есть вопросы? Финиш говорит, не одну ли могу? Давай. Вот эта композиция насчет интереса, интереса, скажем, женщин и мужчин. Да. Там мне показалось, вот этот формат мышления мне близок. Да. Потому что там какая-то, ну не знаю, можно назвать, аллегорическое такое сопоставление с нулей. И там можно пойти дальше, то есть театр и вот это вот. Вообще вот эта картина, она мне кажется, что для меня самая удачная из всех, что я увидел. Да. Мне близок вот этот формат. Да. Мне нравится, когда есть глубина, куда можно зайти. Во всех остальных я этого не вижу. Может, там есть, но я не вижу. Лично бы я от своего лица, чисто вот как коллега, посоветовал бы. В этом направлении. Потому что это же никто даже вывозил. Это вы делали. Да. И здесь, по-моему, здесь очень удачно найдено вот этот фанат. Вот это вот как занавеска. Вот это вот очень интересно. Угу. Для меня. Удачи. 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 Спасибо. Спасибо.